Эфир канал ОТС продолжает программа «Экстренный вызов». В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Начинаем с приговора по резонансному делу об убийстве маленькой девочки в Калининском районе Новосибирска. На скамье подсудимых оказалась мать-ребенка. Мы следили за этой непростой историей с первого дня. Вспомним, что произошло чуть больше года назад. Январь 2020-го. Жуткие крики напугали жильцов в высотке не меньше окровавленного подъезда. Женщина, выпавшая из окна восьмого этажа, несмотря на серьезные травмы, выжила. Молодая, красивая, внешне успешная, приветливая мама девятилетней дочки. Соседи о семье говорили только положительно. Тем страшнее для них была официальная информация. До неудачной попытки суицида, а это была именно она, Мария Русских расправилась со своим единственным ребенком. Проводив мужа 16 января 2020 года на работу, она перекрыла неустановленным предметом рот и нос потерпевшей. Таким образом, причинив ей смерть. Лишив жизни своего ребенка, русских, выпрыгнула из окна. Женщина, на удивление, быстро пришла в себя и из больницы ее перевели в СИЗО. На допросах она пыталась дать объяснение своему поступку. Мол, причина в супруге. Тот частенько поднимал руку на нее и ребенка прикладывался к бутылке. Девочку убила, чтобы не оставлять с отцом деспотом. Это дело рассматривали дважды, изучали каждую деталь. В итоге сегодня суд вынес решение. Суд приговорил женщину к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на 41 год. Отбывать наказание ей предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Следователи все-таки добились ареста, пусть и домашнего, для водителя, который наехал на маму с коляской. Суд несколько раз отклонял ходатайство об избрании в отношении Константина Волобуева, меры пресечения и отпускал его на свободу. Глава следкома Александр Бастрыкин настоятельно рекомендовал своим сотрудникам оспорить это решение. С третьей попытки получилось. Сам конфликт произошел в середине февраля. Женщина сделала замечание курьеру, который припарковался на газоне. Тот не совсем адекватно отреагировал на критику и протаранил маму с коляской. А в советском суде сегодня начался процесс над директором строительной фирмы, которого обвиняют в гибели рабочего. Как полагают правоохранители, роковое падение с высоты произошло по причине полного игнорирования мер безопасности на объекте. 1 сентября компания Виталия Домогацкого «Геккон» выполняла ремонт фасада спортивного комплекса НГУ. Вместе с другими рабочими на строительных лесах трудился и 29-летний Михаил Грачев, который в определенный момент неожиданно сорвался с 8-метровой высоты. Приехала скорая, забрала его и увезли сразу в больницу и в операционную. У него сломанная шея была, что у него сотрясение головного, спинного мозга, что у него был пневмоторокс. Через две недели Михаил скончался от полученных травм. В больнице родным выдали два пакета с одеждой, в которой его привезли. Страховочного снаряжения среди вещей не оказалось. Впрочем, в «Гекконе» трудиться без страховки, по всей видимости, было в порядке вещей. Как вообще с техникой безопасности, как тут у вас? Нормально с техникой. Нормально? А вот ребята, я смотрю, не пристегнутые. У меня трапы широкие. Однако следователи выявили множество нарушений на объекте. Те же строительные леса не прошли приемку, предусмотренную законом. На них не было сплошного настила, переходов между ярусами, мест для подъема и спуска персонала, защитных ограждений. Даже страховочное снаряжение крепить было попросту некуда. Директора фирмы Домогацкого в итоге привлекли к уголовной ответственности. По версии следствия, Домогацкий не контролировал высотные работы и не следил за соблюдением техники безопасности на объекте. Что в итоге и привело к трагедии. Однако сам фигурант с выводами правоохранителей на первом судебном заседании не согласился. Ваше отношение? Виновным себя не признаю, ваше честь. В отношении сейчас он готов выжить. Мотивировать свою позицию обвиняемый пожелал после допроса потерпевших и свидетелей, а также исследования всех материалов дела. Ну а пока процесс только набирает обороты. Леонид Лишенко, Алексей Зубила, экстренный вызов. Полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа. Мужчина в 5 утра вломился в аптеку на Красном проспекте, попросил у фармацевта лекарства, выхватил его из рук девушки и сбежал. Ущерб составил больше 6 тысяч рублей. Оказалось, что дорогой препарат понадобился ранее судимому 19-летнему жителю Убинского района области. И как узнали журналисты Комсомольской правды, юноше ранним утром потребовалось Виагра. Пояснить, зачем он совершил данное преступление, подозреваемый не смог, так как в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении фигуранта избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде. И последнее. Без денег и мебели. Сразу несколько новосибирцев не дождались заказанных шкафов и теперь намерены обратиться в суд. Наша съемочная группа встретилась с пострадавшими и выслушала версию руководства фирмы. Вот у нас непосредственно шкаф для посуды. Дети знают уже, где им искать свои ложки, тарелки и прочее. Здесь тоже контейнера. Вот у нас отдельный шкафчик, вилочки, ложечки, ножички. Семья Татьяны с двумя маленькими детьми переехала в новостройку в жилом комплексе «Акварельный» минувшей весной. В июне новоселы заказали кухню. Срок договора 60 рабочих дней истек еще в сентябре. Но гарнитур не установили до сих пор. Утварь хозяйка хранит в коробках, посуду моет в ванне. Когда у нас приходят гости, мне совсем удобно смыть все это. Тена запекает. Ну, не отчаиваемся. Директор фирмы «Арт-объект» Алексей Фищенко, которому Татьяна заплатила за гарнитур больше 150 тысяч рублей, и за дня в день кормит заказчицу завтраками. Стороны даже подписали допсоглашение, согласно которому мебельщик обязался установить кухню до 20 февраля, либо вернуть деньги до 26-го. Но предприниматель в очередной раз не выполнил свое обещание. Я считаю, что это мошенничество. Ну, прям чистой воды. Удалил страничку с Инстаграма, удалил организацию из Дубльгиз после комментариев, что они мошенники. То есть есть еще люди такие, в том числе я с ними общалась, созванивалась, что да, они ждут. Кто-то также ждет с июня, кто-то с ноября, кормят также завтраками. То есть истории аналогичные, что им не рассказывают они. Компания снимала офис в центре города. На почтовом ящике и домофоне до сих пор красуется название «Арт-объект». Но помещение, где раньше размещались мебельщики, заняла управляющая по аренде. Она рассказала, Фещенко и его фирма съехали отсюда еще осенью. Так, вот «Арт-объект». 17-й мебель. С помощью дизайнера, работавшего на Алексея Фещенко, и которому горе-бизнесмен тоже задолжал кругленькую сумму, узнаем адрес производственного цеха. В пыльном подвальном помещении нас встречает сам директор ООО «Арт-объект». У меня какого-то заработка нет, поэтому я не отказываюсь возвращать. Я и буду возвращать те деньги, которые я взял. А почему так произошло? Что с вашим бизнесом не так? Ну, я как бы не обязан перед вами отчитываться. Перед своими клиентами отчитаетесь? Ну, перед клиентами я отчитаюсь. За аренду подвала, в котором работает, Фещенко тоже платит с горем пополам. В прошлом месяце хозяин помещения даже собирался выставить горе-мебельщика за дверь. Но в последний момент деньги поступили. Мы поговорили еще с одной обманутой заказчицей. Ей фирма должна совсем незначительную сумму – 10,5 тысяч рублей. Заказала два шкафчика, один в коридор и встроенный в туалет. И, соответственно, вот ни денег, ни шкафчиков ждем. Каждый раз обещают, что приедут, оплатят. Ну, сначала было то, что приедем, сделаем, к концу недели ждите. Монтаж, по словам Татьяны, мебельщики назначали несколько раз. Но в день Х планы неожиданно менялись. Отговорки утверждают клиенты. Алексей Фещенко находил всегда. То свет на производстве отключили, то материалы забыли напилить, то сборщик заболел. Обещаниями клиенты сыты по горло. Возвращать свои деньги они намерены через суд. И сейчас готовят исковые заявления. На этом пока все. Берегите себя. В студии работала Мария Никитина. Увидимся на канале ОТС. 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 ОТС.